Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск программы ProLife. С вами Юлия Чернявская. В этом выпуске я хочу познакомить вас с уникальным, на мой взгляд, человеком, который имеет прямое отношение к цирку. Алик Исрафилов. Пойдемте знакомиться. Итак, Алик Исрафилов, очень рада тебя видеть. Я сразу скажу зрителям, что мы уже знакомы. И теперь хочется познакомить тебя поближе с нашим зрителем. С удовольствием. Два раза сказал зритель, зритель, но ничего. Алик, очень меня интересует вопрос следующий. Самый первый. О твоих корнях. Откуда ты родом? Я родом из Баку. Из обыкновенной семьи, цирковой. То есть, при выборе профессии даже не надо было что-то думать, сильно заморачиваться, о какой профессии будем думать. Но, в общем-то, из простой семьи, из семьи бакинцев. Подожди, то есть родители тоже непосредственно отношение к цирку имеют? Потому что я думала, что это от дяди все началось. Нет, у меня и отец работал. У меня единственная мать не работала у меня в цирке. Она как бы имеет образование консерватории, заканчивала музыкально она была. То есть, поистине, династия Исрафиловых началась вот с твоего папы, получается? Нет, с моего деда еще. И деда, и папы, и дяди, то есть... Ну, дед это было, это больше как самодеятельность было. Он любил это, и в то время война была как раз, вот этот период, когда он сам как бы занимался этим делом. Но уже дядя, отец, это уже как бы профессионально пошли заниматься именно в госструктуру. Союзгосцирк тогда был. Вот и вот так и началось с Исрафиловой. Теперь я бы хотела узнать, исходя вот из национальности и имени, когда вы встретились со своей супругой Галиной, свадьба была национальная по традициям или... Честно говоря, у нас... Мы, да, мы познакомились с ней, работая в Росгосцирке. В компании тогда уже работал я уже. Ну, поженились у нас... Женитьба тоже толком, в принципе, у нас... Мы работали, мы сорвались, гастролились Минска, поехали быстро, расписались. Небольшой сабантуйчик, то есть чисто свои, потому что ни на что было не было времени, это нужно было... Хотя там очень родители Гали переживали, моих-то не было уже на свете, но они были, и они очень переживали, что как-то свадьба, это что за свадьба, непонятно как. Но самое главное, это не главное, я считаю, что я для себя приоритетом не ставил, и Галя, как бы, у нас задача была совсем другая, узаконить отношения, заниматься любимым делом и фанатически подходить к нему, и как бы дальше, как бы, сама уже жизнь покажет. Я вживую никогда не была на ваших выступлениях, но посмотрев видео, у меня 200 миллионов раз мурашки пробежали, потому что это, во-первых, красиво, очень красиво, во-вторых, ну, на мой взгляд, взгляд зрителя, это страшно. И я думала в момент ваших выступлений именно о супруге твоей. Это же очень тяжелая работа не только у тебя, но и у нее тоже. Это пластика, гибкость, и без страховки же, или я не права? Вообще, я считаю, что это уникальный человек, именно в своей природе, то, что получилось, то, что сделано было, это была моя мечта, потому что гимнастов воздушно, как я говорил в цирке, и очень много я видел воздушных гимнастов, парень и девушка, но это было гимнасты, работали. А я эту историю видел, так, как я видел, но исполнить у меня не было, например, сказать, куда равняться и где есть такое. То есть, я видел, например, хотелось бы, чтобы гимнастка, она не просто гимнастка была там роботом, а именно она была хореографичная, она была, ну, хореография в первую очередь. Потому что я считаю, что девушке в цирке не нужно делать, как говорят, сальто под столом. В цирке есть такое понятие. не нужно. Я считаю, что женщина должна быть в цирке, наоборот, служить красотой, украшать. И, ну, понятно, что, но я не за того, что девушка должна нереальные какие-то сумасшедшие трюки делать. У меня, например, Галя, если это все делала, это было все сто раз до этого. Я это все измерял, примерял, что не дай бог, если у нее здесь выскочит, как я ее могу поймать? У нас в номере был единственный момент, когда она принадлежала сама себе, но тогда мы принадлежали полностью ей. То есть я у нее на ноге висел, и она была ногой в петле, то есть петля оторвалась или нога выскочила, то есть мы обои как бы можем пострадать. А так, чтобы, когда ее соло движения были в моих руках, это было все уже защищенное уже сто раз наперед. Слава богу, в нашей такой, в принципе, немаленькой, успешной, я считаю, что как циркового артиста карьере, она отработала без единой травмы и без единой страховки. У меня вот сейчас рассказывал, мурашки опять пробежались. А у тебя была травма в Ижевске? Да? И в Ижевске тоже была. То есть это не единственная, то есть еще были... Вообще жанр для меня, он начинался с того, что я упал с 11 метров. Упал с 11 метров, и все, кто занимались и видели во мне какого-то гимнаста, они думали, что на этом и все закончилось. То есть я даже поправлюсь, но я не буду этим заниматься. Но я просто чуть другой человек. И в Орле тоже, вот цирк тоже, я как бы перехожу с одного на другое. Я очень принципиальный человек. Своим мыслям я очень себе доверяю, очень верю. То есть, например, стать вот этот жанр, жанр ремни, привести до Монако, до Монте-Карло, принцесса и вся элита мира признали себя на международном уровне, это очень сложно. Потому что номер ремних полно. Полно. Что ни цирк не приезжает, парень с девочкой летает. Но что они там делают, это совсем другое. И я тоже был одним из них, пока не встретил человека, который мне подсказал правильно, как работать правильно, использовать полностью внешние данные там, что мне дал Бог, например, какую эмоциональную часть, что дал моей партнерши. И вот именно мы должны были работать как вот в жизни. Все трюки, которые делали мы, авторские трюки, они превратились в элемент хореографии, художества, чего-то. А самое главное, наши отношения были в номере. То есть это было глаза, глаза. Благодарный международного комбинаса артистов цирка в Монте-Харло Галина Элла Фердин из Розиловой. Браво! 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 Придем к наградам. Да. Вот там стоят награды. Какая из них главнее, важнее для тебя? Или... Честно говоря, самой главной награды здесь нету. Самого главного, самого честного фестиваля, который был, это был фестиваль аплодисментов. Когда зритель выбирал, то есть зритель, насколько много хлопает, висит аппарат, улавливает децибелы. Диплом мой есть здесь, но самого приза нет, он огромный. Приз мы там выиграли какую-то звезду, еще нам подарили сертификат какой-то звезды. Ну, дома лежит. И я считаю, что это самый правильный приз и самый честный приз. Потому что, когда 20 великих артистов на манеже стоят, они друг к другу претензий не имеют. Вот она сидит, публика, и она сама решает, кто золотой, кто из призов, если перейти на официальность и личность, это цирковой Оскар, вот Монте-Карло, который был. Это самый главный приз, который в цирковой области есть вообще. Это... Принцесса Стефани. Угу. Вот. И остальные, вообще фестивали, они все очень главные. Все. Потому что на фестивале человек делает... Когда я стал директором, работая в фестиваль в Китае, я понял, что артисты это сумасшедшие люди. Вот это что у нас за награда? Это мне подарил на фестивале Латин, это в Италии. Это подарил мне президент Федерации акробатики Китая. Ух. Да, это за легкий полет сложное исполнение. То есть сложные трюки, легкий полет. То есть они вот решили именно меня вот наградить вот этим орлом. Там очень много всего благодарности. Там по-китайски сзади написано это все про нас. Вот, друзья мои, смотрите, как символично. В Китае был подарен этот приз с изображением орла. И в итоге Алик Исрафилов где? В Орле. В Орле, да. Живет в Орле. И главный цирк Триумф, это вот который... А вот это тоже из Китая правильно? Да. Это вот самый последний то, что вы мне вначале сказали. В 15-м году ты же вроде был на фестивале, когда ты закончила артистическую деятельность. Тогда я вроде закончил, но у меня вариантов не было, потому что там подписан был контракт. Я говорю, даже у меня есть возможность замену вам. Как бы, куда нам? Мы два года не равно поедем, просто опозоримся на уровне мировом. Нас заполнило. Все помнят, что мы там то-то, то-то. Говорит, Алик, вариантов вообще нету никаких. Это американский есть один такой продюсер, который делал в Китае, подавал артистов. То есть, именно масштабных, больших. И он говорит, вариантов нету, пожалуйста, очень прошу, как-нибудь давайте выступите. Как давно ты начал триумфовать в Орле? Триумф вообще начался, нет, вообще компания именно цирк Триумф, он начался в Орле. До этого была организация, которая я решил как бы потихонечку посмотреть чуть вперед. Начал с семьи, мы сделали большую цирковую программу, то есть, там участвовал и мой дядя, участвовал, великий дрессировщик, он бывший воздушный гимнаст, которого тоже как бы еще такой же номер, как он закончил, больше нет такого жесткого бамбу, которого работал человек. Сегодня он тоже заслужил своего рода, он стал лучшим дрессировщиком верблю, то есть, не побоюсь этого слова, потому что это очень красиво, то, что он делает. У нас есть артисты, которые в штатах нашей организации порядка 70 человек, артистов, которые работают, и вот в Санкт-Петербурге недавно на гастроли были, приехали, другие работают, кто-то в загранице, кто-то в Латинской Америке, мы отправляем контракты и делаем рабочие. Но базу сделал здесь я, потому что мне самому понравилось здесь. Потому что сперва я зашел как прокатчик, Новый год сделать, вот здание, зал мне понравился, давай-ка я сделаю. А потом, когда я начал жить здесь, мне показалось, что как-то, наверное, я от Москвы устал просто. Хотелось бы сделать именно вот в каком-то маленьком городе, пусть даже будет так, хотя бы в области цирка будет порядок. Мы приглашаем, это суперкомфортный зал, сиденье, свет, звук, естественное мастерство артистов и так далее. Два года я отработали, мы вообще не по бюджету города. То есть мы работаем именно для того, чтобы зарабатывать. Даже вот перед вами у нас был разговор здесь такой, что зачем в феврале вести того-то? Потому что надо вести, чтобы люди видели лучшее и знали про нас. Я не вижу другого цирка для себя. Как отец мне говорил, если не нравится тебе, зачем должно нравиться тому? То есть и то же самое у меня. Насколько есть, я могу и Монте-Карло сюда привезти. Да, но потом мне нужно будет финансово отвечать перед ними. Как только я пойму, мой минимальный зритель в городе, который у нас стабильно ходит, то есть я понимаю, что в любом случае, Алик, твоя организация не заработала, но зритель посмотрел другое что-то. Из-за этого я максимально стараюсь вот как-то привозить. И планы сейчас, видим переговоры с цирком Дю Салей тоже как бы хотим привезти сюда. Именно мы сейчас берем цирк Дю Салей на месяц и в четырех городах будем показывать этот цирк. И все-таки, что в ближайшее время Орлу подарит цирк Триумф? Что ожидается, планируется вот в ближайшее время? В ближайшее время. В ближайшее время это будет новогодняя программа. Вот. Которую в ту новогоднюю программу мы попытались сделать сказку как во всех городах, где есть стационарный цирк, где люди открыли глаза, увидели, у них в городе есть цирк. Дорогой зритель, да, приглашает вас цирк Триумф на новогодние цирковые представления. Да? Отлично. Всех ждем. Дорогие друзья, это был уникальный человек, артист, мастер спорта подзюдо, между прочим, Алик Исрафилов. Я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся на следующей неделе. С вами была Илья Чернявская. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»